Всем доброго времени. Вступил вот такой материал на переработку. Это местный материал. Товарищ принес мне вот такие вот конденсаторы КМ, бескоркусные, не магнит, вот такие рыжики, вот такие окукленные, вот здесь разные. А вот это вот 5D. Вот это все 5D, отобраны. И здесь их 90 грамм. Заказчику моему нужно только палладий. Но здесь, как я начал уже разбираться, в этих КМ-конденсаторах только платина. Где я не смотрел информацию, везде подается только, что здесь находится платина. Именно 5D. Так что, пока не знаю. Вот это все я не буду перерабатывать. Пусть заказчик решает, что с ним делать или сдать. Но ему платина не нужна. Ему нужен палладий. Ну и вот с содержанием. Золото немножко. Алигатура с импортных разъемов. Даже он не знает, с каких, с какого импорта и как они там называются, эти разъемы. Ну, что было желтое, это он собрал. Красиво блестит, конечно. Ну, кто его знает, сколько там золота. Сейчас взвесим. Я пока начну перерабатывать вот с этого материала. Вот это все. Пока с этого. А с этим нужно решать. Заказчик будет решать, что с ним делать. Ну, с этим более всего, что переработаем. Вот это не знаю. Так что, сейчас взвесим вот этот материал и я начну его перерабатывать. Посмотрим, какой вес. Посмотрим ближе, что за лигатура. И узнаем, какое содержание там золота. Включим ясы. И загрузим эту лигатуру. Красивую такую. 88 грамм. Почти 89. Сейчас я магнитиком проверю. Нет. О, да. Немножко магнитится. Ну, никель имеется здесь, наверное. Хоть немножко, но что-то есть. Ну, я пока, наверное, буду травить вот этот материал только в азотке, а затем посмотрю. Если не будет получаться, значит, добавлю туда и электролита. Да, 89 грамм, потому что застряли здесь две штучки, два контакта. И сейчас стакан. Вот, два литра. Залью водой. Ещё. Да, ещё. И, наверное, всё же я сюда сейчас волью серные кислоты, а затем уже азотку буду добавлять. Вливаю серную кислоту. Сейчас, конечно, пойдёт нагрев. И это хорошо. Вот так шумит. Какой-то мусор остался. И сейчас буду добавлять азотки. Понемножку поставлю на плитку. И пускай травится металл лишний. Включу вытяжку. Стакан, конечно, тоже накрою крышкой. Вот уже пошла реакция. Всё. Ну, пускай травится. Вот такая вот она пыль с позолоты. Вот она как-то поднимается и сползает по стаканчику. Вот. Она сейчас фонариком. Вот такая вот позолотка. Меленькая-меленькая. Как пыль. И она почему-то поднимается вместе с диоксидом азотки. Такого я ещё никогда не наблюдал. Вот золото. Вот эта пыль. Она поднялась почти в самый верх стакана. Сама по себе. Раствор не поднимался вот на такую высоту. Чуть-чуть там пенился. Где-то до 600 миллилитров доставала пена. А то всё поползло само по себе. Вот она по заводкам. Пыль эта. Вот такая вот она позолота в этом импорте. Посмотрим. Пускай полностью травится. Вот такое вот бывает. А если бы поменьше стакан. Где бы было золото. Это конечно. Только название, что это золото. Кто его знает. Даже на крышке вот тоже. Вот так оно типа улетучивается. Такая жидкость. Сейчас резкость. Ну вот резкость. Такая жидкость. Посмотрим, что там хоть на дне. Возможно что-то осталось. Сейчас профильтрую. Всё. Заберу вот это на фильтр. Смою. На фильтр. И посмотрим, что там на дне стакана. Жидкость проверю на серебро. Но там по цвету раствора я вижу, что серебра нет. Но всё равно проверю. Это всё то, что не всплыло. Вот такие типа контакты. На этой лигатуре. И вот пыль. Вот такая. И вот сколько её. В растворе серебра нету. Проверил. Травил дважды. Поэтому и сколько жидкости получилось. Да и сульфат меди выпадал. Пришлось добавлять воды. Греть. Растворять всё это. Ну сейчас фильтр. Стакан. И заливаю царской водкой. Растворяю. Посмотрим. Какое там золото будет. Даже при растворении этого золота. Вот эта пыль. Ползёт вверх. Ну она конечно растворится. И стекёт вниз. Сульфат меди. Вот какая красота. Ну здесь я профильтровал. Сейчас стакан. Поменьше. И буду восстанавливать. Гидроксиламином восстановлю. Осадок золота выпал. Чистенький. Красивый. В стакане никакого осадка. Раствор чистый. Тоже без мути. Фильтрация шла быстро. Чисто. Тоже на фильтре не было никакой мути. После отравления. Это значит что там была чистая медь. Ну и немножко что-то там магнитного. Ну и можно уже сделать какие-то выводы. Что это хоть и импорт. Что это хоть и импорт. Но давний импорт. С какой-то старой электроники. Вот эта медь. Чистая медь. Основание. Было слегка покрыто позолоткой. Слабенькой. Для того чтобы не было окислений. А вот сами контакты на мамке. Которые я показывал после травления. Которые не всплыли. Они как бы ничего так толстенькие. И мне кажется что это все же разъемы. Либо японские. Либо Германия. Но я склоняюсь к тому что это все таки Япония. Ну и сейчас узнаем. Сколько золота получилось. Я сначала промою его. Просто чистой водой промою. Я вижу что осадок чистый. Без каких-либо там примесей. Высушу. Взвесим и исплавлю. Осадок высушил. Сейчас взвесим. Посмотрим на него. По нолям. Ого. Вот это да. Неплохо. Неплохо. Пол грамма показала. Ну сейчас упало. Вот такой осадок. Чистый. Красивый. Сейчас сплавлю. Затем будем делать еще выводы. Сколько же там с килограмма получится золота. Вот с такого материала. Вот такой королек. Красивейший. Получился. Вот с такого вот импорта. Вот он. Красота. Взвесим. Да. 0,5. Ну там возможно чуть-чуть бура осталось. Где-то резкость. Вот так вот видно. И такой вот королек там. Сейчас мы его ближе посмотрим. Да. Бура. Чуть-чуть бура осталось. Я не чистил. Покусать его чуть-чуть. Легонько. Это бура отвалится. Так. Сейчас сделаю фото. Ну а по поводу вот этих. Павен конденсаторов. Я кое-что еще узнал. Значит здесь. В основном платина. И есть немного и паладия. Ну не знаю в каких пропорциях. И еще что я узнал. На московском одном сайте. Там где идет приемка. За них дают. Плотят за них. Три раза меньше. Чем за 5В. Это 5Д. Дэшки так называемые. Так они три раза дешевле. За Вэшки. Ну а вот у нас. У нас почему-то в два раза. Дешевле. Но насколько это будет правдиво. Я не знаю. Но пишут что только в два раза дешевле. За Вэшки. Ну на этом все. Всем добра и удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.